Зелёная весна. Наринмарцы присоединились ко всероссийской экологической акции. Активные жители улицы Швецова вышли на субботник. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и всероссийской акции «Зелёная весна». Неразговорчивый, но трудолюбивый Паша Тихомиров взялся за грабли одним из первых. Надо как можно быстрее убрать территорию на детской игровой площадке. «Делаем добро людям. Гуляли сегодня». Его товарищ Илья Канев тоже в первых рядах. Мальчик старательно убирает сухую траву и советует всем выбрасывать мусор в урны. «Я убираю мусор, чтобы наш город хоть на чуточку был чище». «Много мусора, как ты смотришь?» «Да». «Кто намусорил?» «Ну, мне кажется, больше всего это какие-нибудь дети. Несмотря на дождливую погоду, жители микрорайона активно присоединяются к уборке территории. Ведь детская площадка – место отдыха и досуга для многих семей. «Когда выгуливали своих домашних питомцев, чтобы ходили в зелёную зону, но не здесь, во дворе. Очень много гадят во дворе собаки». Уборку территории инициировали жители дома и депутат городского совета. Наговорились с управляющей компанией, чтобы те оказали помощь в уборке песка и крупного мусора. «Здесь, как мы видим, по ветров разрушенный дом под переселение. Там очень много мусора скопилось. Отработали суправляки, должны сейчас подъехать на тракторе. После зимы убрать кучу песка прилегающей территории. Вот так активные жители. Сегодня погода чуть подкачала. До этого два дня было лето на Ленмаре. Сегодня, как обычно, осень». Также на субботник пришли волонтёры регионального молодёжного центра. Они провели мобильное голосование в рамках проекта формирования комфортной городской среды прямо в микрорайоне. «Мы проводим голосование в микрорайонах. Две детские площадки и обустройство прогулочной зоны на лесу Сахалина». «Много человек проголосовало?» «Мало». «А почему мало голосуют?» «Они отказываются». Напомним, одна из территорий благоустройства – спортивная площадка в старом аэропорту. За этот проект проголосовали уже 463 человека.